Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про фасоль. Полезна ли фасоль при избыточном весе и при сахарном диабете? Как мы знаем, фасоль это высокобелковый продукт. То есть фасоль содержит в себе большое количество растительного белка, что делает её ценным продуктом как в диете вегетарианцев, так и в диете человека с разнообразным рационом питания. Помимо белка, фасоль в себе содержит усвояемые углеводы. То есть да, фасоль сахар крови немножечко приподнимает. Именно поэтому при диабете мы чётко контролируем количество фасоли, так же как и всех остальных углеводов. Если мы рассматриваем фасоль, то мы должны понимать, что количество углеводов и гликемический индекс фасоли зависят от того, как она приготовлена. Поэтому сейчас мы рассмотрим КБЖУ и гликемический индекс свежей, варёной и консервированной фасоли и сравнимых. Если мы говорим про свежую фасоль, красная фасоль на 100 грамм содержит 183 килокалории, 12,7 граммов белков, 0,9 граммов жиров и 30 грамм углеводов. Гликемический индекс красной фасоли 27. Важно понимать, что сорта фасоли бывают разные, и количество углеводов и, соответственно, гликемический индекс может немножечко варьировать в зависимости от сорта. По белой фасоли на 100 грамм 102 килокалории, 7 грамм белков, 0,5 грамм жиров, 16 грамм углеводов и 35 – это гликемический индекс. То есть в белой фасоли белков чуть меньше, чем в красной. Если мы говорим про высушивание, когда мы высушиваем фасоль, бобы, горох, мы понимаем, что вода испаряется, а все питательные вещества, то есть белки, жиры, углеводы, они сохраняются. То есть если мы взяли 100 грамм свежей фасоли и 100 грамм высушенной фасоли, в свежей фасоли больше воды. Поэтому 100 грамм свежей фасоли, соответственно, меньше калорий, меньше углеводов. Высушенная фасоль, вода испарилась, то есть она, соответственно, 100 грамм свежей – это больший объем, 100 грамм высушенной – меньше объем. Количество углеводов на 100 грамм, соответственно, меньше объём будет больше. То есть выше плотность продукта. Я думаю, понимаете, о чём я говорю. Когда мы сушёную фасоль варим, она снова набирает в себя воду. И, соответственно, отварная фасоль, за счёт того, что она снова набрала в себя воду, опять же, калорийность и количество углеводов ближе к свежей фасоли, чем в сухом виде. Это мы понимаем. То есть на 100 грамм отварной фасоли 122 килокалории, 8 грамм белков, 0,6 грамм жиров, 20 грамм углеводов. Гликемический индекс отварной фасоли около 40. Почему я говорю около? Потому что, когда мы термически обрабатываем продукт, то есть отвариваем фасоль, мы помним, что чем дольше термообработка, тем больше изменяется структура продукта, тем больше гликемический индекс. То есть длительно варёная, очень мягкая фасоль усваивается быстрее, сахар крови повышается быстрее, то есть гликемический индекс выше. Поэтому, если мы говорим про более стабильные сахара, то слишком сильно фасоль мы не развариваем. Это касается всех углеводных продуктов, тут даже горох, бобы и так далее. То есть стараемся, чтобы всё-таки структура была сохранна, чтобы она такая чуть-чуть твердоватая была. Тогда она меньше усваивается, медленнее переваривается в нашем организме, и медленнее повышается сахар крови. Чем полезна фасоль? Фасоль содержит все большое количество витаминов и микроэлементов, то есть витамины группы В, С, Е, П, П, калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо, медь, селен, цинк и так далее. Фасоль – это источник полезного растительного белка, то есть это и длительное чувство сытости, и плюс качественный белок. Помимо этого, фасоль оказывает благоприятное влияние на желудочно-кишечный тракт, на сердечно-сосудистую систему, на обмен веществ. Фасоль за счёт того, что даёт длительное чувство сытости, часто применяется в диетах для снижения массы тела, потому что длительная сытость нам всё-таки интересна. Помимо этого, фасоль полезна для сердца и для сосудов, она способствует нормализации уровня холестерина. В чём опасность фасоли? Во-первых, фасоль – это растительные белки, которые содержат в себе достаточно пуриновых оснований, то есть при подагре, при гиперурекемии мы пуриновые основания уменьшаем, то есть количество фасоли мы также вынуждены ограничить. Следующий негативный эффект фасоли у людей с нарушением работы желудочно-кишечного тракта, фасоль, как и все бобовые, может вызывать газообразование. Поэтому если у нас нарушена пищеварения, есть склонность к газообразованию, на бобовые мы не налегаем. Сколько употреблять фасоли при диабете, при инсулинорезистентности? Фасоль – это углевод, так же как бобы, горох, так же как серые каши. Углеводы, как мы знаем, нам повышают сахар крови. Соответственно, количество углеводов мы чётко подбираем под наши потребности, то есть под нагрузки, по цели, по массе тела, под наш гормональный фон. Если у нас низкоуглеводная диета, то, естественно, количество углеводов ограничивается. То есть либо маленькие порции, либо фасоль не едим. Если у нас классическая диета, то есть высокоуглеводный рацион, у нас большие нагрузки, либо у нас снижена функция печени, почек, щитовидные железы, то есть у нас есть показания к классическому углеводному питанию, тогда мы себе можем позволить достаточно большую порцию фасоли, то есть в готовом виде 200-250 до 300 грамм. То есть размер порции подбирается строго индивидуально под, соответственно, запросы вашего организма. По фасоли, поскольку это углевод, да, на сахар крови повышает, если мы употребляем в избыточном количестве вес, повышает, поэтому фасоль, как и другие углеводы, мы предпочтительно употребляем утром и днём, то есть тогда, когда нам нужны углеводы, источники энергии, конечно же, комбинируем с белком и с овощами, дабы сохранить более стабильные сахара крови. Больше информации о правильном питании вы узнаете в школе правильного питания при диабете на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чём интересно услышать в следующих видео. Всего доброго!